Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Житие святых во свете Библии. Открытым оком. Вопрос 1950. Мы молимся в простом доме или на веранде, или под открытым небом, когда нет батюшки, ибо он служит на два храма, находящиеся на расстоянии 150 километров. Но дьякон стал противиться, упрекая на что-то самочение, что нужно молиться только под крышей храма, там особое присутствие Божие. А как дело обстояло в древности? Ответ. Раньше молились по разным домам, где удобнее и скрытнее было. Даже в недавние времена в России коммунистического людоедства. О каких храмах могла идти речь? Храмы разрушены, священство по лагерям или в землю ушло, расстреляны? Молились кто где мог и как мог. Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословий путь Господний перед народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Ну училище тирана, это же не христианское училище. Здание. Деяние 2.46. То есть и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца. Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам. Не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В храме там совершается таинство, где есть престол и антиминс. Деяние 20.20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Павел-то не в храме учил. Ни одного дня в храме Павел не учил. Вот приезжались, храм, храм, а пророк упрекает. Вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Камни на камне не останется, все будет разрушено. Амбросия Медиаланская, 7 декабря. Во время пребывания Амбросия в Риме одна уважаемая женщина, жившая за рекой Тибром, попросила его совершить божественную литургию в ее доме. Какой еще? Это цитата? У ней что, церковь какая? Во времена святого Амбросия Медиаланского допускалось еще по обычаю времен апостольских совершение литургии в частных домах. Святые апостолы, как видно из Деяния 27.8, собирались для совершения Евхаристии в горнице. Ну и еще. Вопрос 1951. Когда описывают в житиях необычную кончину тех, кто не симпатичен православным, то можно ли на 100% этому верить? Ответ. Нельзя. Потому что не раз было замечено, что миссионеры, когда они в пылу полемики касаются уже запредельного, то тут они просто в раж входят. И цель у них часто была опорочить, разнести несогласных. Псалом 30.18. Господи, да не послежу, что я к Тебе взываю. Несчастивы же да посрамятся, да умолкнут в аде. Притча 24.17.18. Не радуйся, когда упадет враг Твой, да не веселится сердце Твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах Его. И Он отвратит от Него гнев свой. Это притча 24. Афанасий Александрийский. 18 января. Но Бог, премудро свыше все устраивающий, разрушил планы их, пресекший злобу и жизнь Ария. И с какой силы язык его при жизни извергал хульные слова на православие, с такой же и даже большей силой лопнуло чрево его. Внутренности его выпали, и он окаянный валялся в своей крови в нечистых местах. Так свершился достойный суд над необузданным языком и злым сосудом, напоенным зловонным гноем еретичества, каковым был Арий. Эта ужасная смерть Ария невольно вызывала на сравнение его со смертью Иуды-предателя. Она произвела глубокое уныние в рядах его сторонников, и, естественно, была принимаема православными, как высший приговор над всем его делом. И действительно, если смерть Ария была даже естественной, во всяком случае, она была ужасной внезапной смертью. И в ней нельзя не видеть высшего суда Божия. Вот к Арии, когда приехал, куда написано все, и там епископ Александр не хотел видеть его, и пошел он в туалет, нечистое место. И вот там вдруг его лопнуло чрево, и выпали внутренности. Я специально беседовал с врачами, с хирургами, и говорю, а может так быть, что вот человек кожелился, как говорят, надувался, и что бы лопнуло, и кожа лопнула, и тут второе, что слой какой есть нет, этого не может быть. Не может быть, но бывает ущемление. Но у него выпали внутренности, но разрезан был кем-то. А то сегодня, говорят следователи, допустим, смотрят, как умирал Сталин. Какого цвета там врачи пишут. Его там желчь была, печень. И все приходят к выводу, что он был отравлен. И Берия даже похвалился. Так и здесь. Он зашел в туалет, а там кто был-то, неизвестно. А что, православные могли убить? Так они прямо хвалятся этим. Мы прочитаем об этом, как они убили прямо в алтаре царя языческого, другой веры. Перенесение мощей Иоанна Златоуса, 27 января. Царь Феодосий-младший, сняв свою багреницу, простер ее над мощами, а затем припав на перси святого, на грудь, со слезами говорил, проси, отче, при грешении, причиненной тебе завистью, не считай меня сообщником греха моей матери, Евдоксий, и не допусти, чтобы я страдал от оскомина за родительскую невоздержность. Потому что еле родители виноград, говорит Зеленый, а у детей оскомина. По Писанию говорит. Хотя я и сын твоей гонительности, однако я не повинен в причиненном тебе бедствии. А то у мертвого просят, когда его привезли труп мощи. Прости ей согрешение, чтобы и я был освобожден от упреха, тягочающего над ней. Свободен был. Преклоняю свой сан к ногам твоим, и всю мою власть подчиняю твоему молению. Прости оскорбившую тебя безрассудным насилием, ибо она раскаялась с наделанным тебе, и просит прощения, обращаясь к тебе со смирением, моими устами так. Помяни, Отче, твое учительное слово, а не память о злобе, и сам забудь мою злобу. Я хочу восстать от падения, но подай мне руку. Ты, говоривший, если кто пал однажды, встань и спасешься. Я не могу перенести твоего недовольства мною. Далее гроб мой сотрясается. Тридцать два года она в гробу тряслась. Сокрушая мои кости. Боюсь я и вечной казни, и того, чтобы не быть устраненной от стояния Одесной на страшном суде Христовом. Это было страшное дело. Она поставила цель убрать Златоуста. И на свою сторону пыталась перетянуть Епифания Христского. И она ему сказала, что если ты не будешь меня поддерживать, а главное гонение было от Феофила, Александрийского патриарха, я открою языческие капища обратно и запрещу веру христианскую. Он ужаснулся злобе ее. Это христианка. А ведь она была совершенно бедная, никакая. Ее за разум Пульхерия избрала своему брату. И она стала царицей. Многих спас ты своими поучениями. Да не буду я одна лишена того же спасения. Это как будто бы она говорит. Но она не говорила этого. Не оставь меня зовущей тебе во свет, но отомсти за меня врагу моему дьяволу. Ибо это он научил меня оскорбить тебя, как некогда научил Еву согрешить Богу. То есть знает куда Ева. Она по-прежнему Лева и также на дьявола сталкиваются. Женщины, они сосуды дьявольски. Это понятно. Не все, конечно. Но вот она сталкивает на дьявола. А почему? Не ходила в послушание у мужа. А муж ее, Аркадий, был безвольный такой царь. Безвольный просто. Его сестра однажды научила. Он подписывает бумаги, не смотрит. И она вам однажды бумагу подсунула. Он подписал ее. А она на бумаге написала. В течение месяца я как царь приказываю, чтобы жена ко мне не подходила. И никто ее не допускал до меня. Вечером ложиться спать. А где цариса? Нету. А почему нету? Он привык, чтобы у него была, говорится, рядом грелка. Так а ты же сам подписал указ. Какой указ? Ну какой. Чтобы ее никто не допускал до тебя. И она хотела, но по указу. Вот так его приучили. Маленько смотреть эти бумаги. Не гневайся на меня, не злобивай. Непамято злобствовавший в жизни тленной. Непамято злобствовавший в нетленной. Если я, живя временной жизнью, причинила тебе зло, то ты, живя вечной жизнью, будь полезен в душе моей. Помогли же ему составить. Видать, епископы там трудились над этим. Миновала моя слава. И ничто мне не помогло. Помоги же мне ты, отче, во славе своей, которую ты принял от Бога. И прежде, чем я буду осужден на страшном суде Христовом, прости меня безответную. А вот это все так и есть. Вот у нас здесь был священник один, Суртаев Николай Владимир. Он был в Кытманово. И там что-то с домами. Дом купили, он на жену перевел, вроде что-то с машиной. Короче, епархия его зажала, и придали дело в суд, и его осудили. И осудили кто? Епископ? Антоний тогда был. Антоний Масендич. Первые его помощники были, это Капранов Дмитрий. Ему где-то 30 с лишним лет было. Он в Заринске. Второй его секретарь Аносов, отец Симеон, главный казначей. Того осудили. Я его в тюрьме посещаю. Ходотайствую в краевой прокуратуре. Пошел в епархию, уперлись. Ну, ему скостили, 8 лет что ли дали, потом меньше и меньше, и выпустили его. Но, когда они осудили, не пошли на примирение, начался разгром. В 41 год умирает епископ. Капранов тот умирает 30 с чем-то лет. А Аносова убивает шофер его личный. Полный, абсолютно полный разгром. Притом, тот сидит, никакого участия в этом не принимает. Меня осудил прокурор. Я еще из тюрьмы не вышел, он уже умер. Следователь, который вел. В молодых годах, ему даже 50, может, было. Не молодые, но внезапно умер от какого-то гайморита. Я притом в жизни это знаю, что сей человек, кто и жнет. Александр, 30 августа. Когда Арий подошел к тому месту, которое называлось Торжищем Константиновым, здесь стоял мраморный столб, имевший на себе изваяние царя, то его охватило великий страх от угрызнения его совести. Видите, и совесть его узнали. Да кто знает, что в человеке. Я не за Ария. Просто как относятся, я отвечаю на вопрос. По причине страха Арий почувствовал необходимость в удовлетворении потребностей телесной и начал искать некого скрытного места. То есть понос прохватил его от страха, и он бросился. Да, от поноса это бывает. Но это все придумано. Неподалеку оттуда находилось общее народное место, то есть общественные туалеты. Войдя туда, Арий был неожиданно поражен лютой болезнью внутренности и разверглась утробово-нечестиво, как у Иуды. Так что все внутренности вышли из него. Так ужасно погиб еретик. Ну что хочешь, не верю и все. Я ни одного врача не нашел, который говорил бы, чтобы лопнуло все, и кожа, не грыжа какая-то, а кожа, и внутренности выпали наружу. Просто это невозможно. Это только нужно было ножом-кинжалом резать. Видимо, были православные, специально подкараулили ухайдакали мужика. Я просто говорю внешне. Стоявшие поблизости, ожидавшие выхода Ария, видя, что он долго не выходит, сами вошли к нему и нашли его мертвым, лежащим в гное, то есть в кале, это гноем называется, и в крови. И точно по городу прошло известие о страшной неожиданности смерти еретика Ария. Еретики были постромлены. Православные же весьма радовались, что Христос Бог истинный явил мщение своему врагу и хулителю, наипаще же воздавал благодарение Христу Богу святейший патриарх Александр, благодаря Богу за то, что он явил милосердие церкви своей и спас ее от того лютого волка. То есть доказать ничего они ему не могли, и вот теперь радовались. А Библия говорит, не радуйся, когда противник будет поражен Богу, не угодно. И вот она придет, придет другое время, 1453 год, и будет разрушен Константинополь, а потом 17-й год в России настигнет. Благочестивый царь Константин Великий, узнав о такой смерти Ариевой, еще более укрепился в благочестивой вере. И уже до самой кончины своей защищал догматы собора Никейского. Вот это-то неправда. Арианский его епископ был, он до конца был арианин. Вот это все выдуманное, вот то, что сейчас здесь я показываю, это на 100% выдумка, выдумка монашеская. Он не мог защищать, потому что он арианин был. Не мог. Перед самой смертью он вызвал неправославного арианского епископа и крестился от него. Этот, а чего они скрывают? Я говорю, я ни за то, ни за другое, мне просто претить неправда. Неправда. Такую силу перед Богом имела праведную молитву великого архиерея Божия Александра. Подобно острому оружию, она умертвила врага Божия и доставила торжество Церкви Православной. А всем впоследствии упоминал святой Григорий Богослов в своем слове к цареградцам, отзываясь с одобрением и похвалой об Александре, говоря так, «Поистине скажу вам, вы ученики славного Александра, ревностного поборника и проповедника Святой Троицы, который словом и делом вооружился против еретического заблуждения. Вы помните о его ровноапостольной молитве, которую он уничтожил начальника и руководителя еретиков на месте, которого был достоин нечестивейший язык, дабы позором воздать за позор, и дабы бесчестной смертью, постанной по заслугам, было бы облечено навеки смертоносное злое еретичество, погубившего много душ». Да ни один еретик про это не знает. Что Григорий Богослов не знал это? По заслугам, смертоносным, на позор, на много лет ни один еретик, повторяю, ни разу не ссылается на это. Да хотя бы у еретиков половина умерла, сегодня, вот все в раз, и они даже ни один не сдвинутся с места. Это внутреннее, а это внешнее. Это слово говорил святой Григорий на похвалу святого Александра и на постромление нечестивого Ария. Почему и упомянул о смерти Ариевой, случившейся в бесчестном месте по молитвам Александра, ибо, подобно тому, как Ария оскорблял сына Божия, хуляя его божество равносильное и соприсущенное Богу Отцу, так и сам принял смерть бесчестную. Таким образом, за оскорбление было отомщено оскорблением. Но один Арий погиб по православию, это все к верх ногами поставлено. Дальше-то еще не говорят-то. За что интересно всех священников, все монастыри разрушили в России, что было там в Византии? Вопрос 1952-й. Сегодня многие еще держатся за непонятный церковно-славянский язык. А как в житиях? Кто-то хотя бы понимал, что без знания священного писания на одном языке и молитва далеко не полноценная. Ибо не понимают люди, о чем они говорят. Ответ во все века были такие люди, которые понимали это. Но всегда были и те, кто тушил свет, запрещал на родном языке молиться и читать Библию. 1 Кориевском 14-19. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Феодосий Великий, 11 января. «Так как в обители преподобного братья была не из одного народа и ни одного языка, но различных, то поэтому он устроил и другие церкви, в которых каждый народ мог бы на своем языке славить Бога. Так в Великой Церкви Пречистой Богородицы греки, в другой и верийцы, в третьей армяне пели церковные правила на своих языках по семи раз в день согласно устава Давида. Псалом 118-164. «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». То есть семь раз заходили в храм. Для больных была особая церковь. Во время прищищения Пречистых Тайм вся братья собиралась из всех церквей в одну Великую Церковь, в которой пели греки и все прищищались вместе. Кирилл 11 мая. «Как же я буду проповедовать, им сказал философ, это все равно, что записывать беседу на воде, если нет алфавита. К тому же, если славяне неправильно поймут меня, можно прослыть еретиком. Он открыл буквы вашего языка, которые до сего времени не были известны. Не едано было только в первые лета, чтобы и вас причислить к великим народам, которые прославляют Бога на своем языке». Вот я не могу даже по сегодняшний день понять, насколько серьезно это понимают те, которые за церковно-славянски. На своем языке, когда стало распространяться божественное учение между славянами и богослужение совершаться на их языке, тогда первый злостый завистник дьявол, не выносясь его, вошел в свои сосуды и начал многих возбуждать, говоря им, «Этим Бог не прославляется». Если бы ему это было угодно, то разве он не мог сделать, чтобы изначально для его прославления проповедь Слова Божия записывалась на языке того народа, которому возвещалось. Но три языка только избрал Бог еврейский, греческий, латинский, на которых и подобает воссылать славу Богу. Так говорили латинские и немецкие архиереи, священники и их ученики. Константин вступил с ними как некогда давиться на племенниками в спор и словами священных книг победил и назвал их трехязычниками, подобными Пилату, написавшему на трех языках титла на кресте Господа. А почему три языка? А на кресте был на трех языках. Не только одному этому, но и многому другому нечести учили народ немецкие и латинские священники. Они говорили, под землей живут люди в велеглавии, все гады творения дьявола. Если кто убьет змею, тому отпустится за это девять грехов. А если кто убьет человека, тот пусть пьет из деревянной чашки, а к стеклянной пусть не касается. Они не возбраняли народу приносить по старому обычаю языческие жертвы, ни многоженства. Эти лжеучения святые братья старались искоренять, как сорную траву с словесным огнем. Кроме Панония, святые Константина и Мефодия заходили в Венецию. Здесь латинские и немецкие священники и монахи накинулись на Константина как ворона на сокола, проповедуя трехязыческую ересь. Скажи нам, человек, говорили они Константина, зачем ты перевел славянам священные книги и учишь их на этом языке? Тогда как раньше никто этого не делал-то? Ни апостол, ни папа римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин. Мы знаем только три языка, на которых подобает прославлять Бога. Еврейский, греческий, римский. Философ отвечал к ним. Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех? Или солнце не сияет для всех? Или вся тварь не дышит одним воздухом? Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими? Уж не думайте ли вы, скажите мне, что Бог не всемогущ и потому не может этого сделать? Или завистлив, кто не хочет сделать? Мы же знаем многие народы, имеющие свои книги и высылающие славу Богу каждый на своем языке. Из них известны следующие на своих языках уже служат армяне, персы, абхазы и веры грузины, сукды, готы, обры, турки, казары, оравляне, египтяне, сирияне и многие другие. Перечислил 12, да еще многие другие. Если не желаете согласиться с этим, то вашим судьей будут святые книги. Псалом 95.1 Воспойте Господу песню новую, воспойте Господу вся земля. И в другом месте Псалом 97.4 Восвлицайте Господу вся земля. Торжествуйте, веселитесь и пойте. Еще Псалом 65.4 Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет имени твоему Вышний. Псалом 116.1 Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. 156-й Все дышащее да хвалит Господа Аллилуйя. Иоанн 1.12 А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И как на других языках принять, если не понимаешь? Иоанн 17.20.21 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня послову их. Да будут все едины, как Ты очень во Мне и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едины. Да уверуют мир, что Ты послал Меня. Как веровать, если не будут посланы? Ну как веровать, если не понимаешь? Матфея 28.18.20 И приблизившийся Иисус сказал им, Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел Вам. Исея, я с Вами во все дни и до скончания века. Аминь. Когда? Когда проповедуют с Вами во все дни и сей. Вот. Марк 16.16.17. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, и не написано не будет веровать и креститься, а как креститься не веровать? Слово креститься упущено здесь. Осужден будет. Уверовавши будут сопровождать сии знамения, именем Мои будут возгонять бесов, будут говорить новыми языками. Матфея 23.13. Горе Вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство, невестное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Или еще Лука 11.52. Горе Вам, законникам, что Вы взяли ключ разумения и сами не вошли и входящим воспрепятствовали. 1 Коринфянам 14.19. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, ежели тьму слов, то есть десять тысяч, на незнакомом языке. Или еще филиппинцам. 2.11. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Таковыми и многими другими подобными словами святой Константин обречал латинских и немецких священников. Отправляя святого Мефодия к славянам, папа вручил ему следующее послание к славянским князьям. Адриан Папа, епископ и раб Божий, Ростиславу, Святополку и Оцелу. Лука 2.14. Слава Вышней Богу на земле мир в человеках благоволения. Также, если кто другой будет в состоянии правильно и правоверно переводить священные книги на ваш язык, чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божьи, то пусть будет сие дело свято и благословено Богом. Нашей и всей католическую церковью еще Деянин 2.14. Исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать ни на одном языке. Если же кто осмелится порицать указанных учителей и совращать от истины к басням, это Папа пишет, или развращая вас будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви и до тех пор не получит прощение, пока не справится, ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам остерегать сейх. Вы же, чадо возлюбленное, слушайте учения Божие и не отказывайтесь от церковных получений, и тогда вы будете истинными поклонниками Отцу вашему небесному со всеми святыми. Аминь. Многими подобными льстивыми словами немецкие священники совершенно поссорили святополка со святым Мефодием. Тут пропуск делается. Тогда они стали жаловаться на Мефодием Папу Иоанну, обвиняя его в ереси, а главным образом стараясь искоренить славянское богослужение. Папа Иоанн, желая в это время получить помощь против староцин от немецкого короля, принял сторону немецких священников и прислал в Моравию такое послание, которым запрещалась славянская служба и только было позволено говорить на славянском языке проповеди. Мефодием, прочитав все послания, сказал, что же будет теперь? Будут люди приходить в церковь и стоять, ничего не понимая, как православное в патриархии. И позабудут учения Христовы и воскреснут в Моравии языческие обычаи. Нет, я не стану служить по латыни, это будет людям во вред. Немецкие священники нанесли об этом папе, а папа потребовал Мефодия в Рим. Святой Мефодий прибыл в Рим и папа учредил над ним суд. В это время папа получил помощь в войне с сарацинами от греческого царя Василия Македонянина, а потому и принял в сторону Мефодия. То в сторону короля, то Мефодия. На этом суде Святой Мефодий был оправдан, восстановлен архиепископом в славянских землях и получил позволение совершать богослужение на славянском языке. Так вот, протестанты-то не этим и взяли. Смотри, как лютеране лютера любят. А за что? Он дал им Библию на родном языке, большое дело сделал. Но не желая оскорблять Святополка, папа написал ему такое послание. Если тебе, князь, славянская обедня не по сердцу, ты можешь слушать у себя во дворце латинскую обедню от немецких священников. Вместе с Мефодием, как его помощник, отправился в Морави священник викинг, ставленник немецкого короля и лютый враг славян. Этот викинг и стал главным врагом Святого Мефодия. Немецкие священники начали говорить Святополку, что Мефодий привез не настоящую грамоту, а есть другая, по которой нужно изгнать Мефодия и поставить архиепископом викинга. Тогда Святой Мефодий написал папе Иоанну такое письмо. Кого ты отче поставил архиепископом? Меня или викинга? На это письмо папа и прислал указанное послание. Затем оставив все заботы и всю печаль возложив на Бога, Святой Мефодий стал вместе с двумя своими учениками священниками переводить те книги, которые не успел перевести вместе со своим братом Блаженным Константином. Вместе с ними он успел перевести Весветский Завет, кроме книг Маковейских, а также перевел на Маканон Правила Святых Отцов и Отеческие книги Патерик начал Святой Мефодий свой перевод в марте месяце, а окончил в октябре 26 числа. Окончив перевод, Святой Мефодий воздал достойную хвалу и славу Богу и Святому Дмитрию Солунскому, в день памяти которого он закончил перевод и которому как уроженец Солуни особенно благоговел. В Арсенофе 4 октября в плену Иоанн выучился татарскому языку, бодно не только говорить, но и писать на этом языке. Через три года отец выкупил Иоанна у татар. Тогда он пришел в старствующий град Москвы и подстригся в монастыре, называемом Андроников, причем был назван Варсенофием. Гури митрополит 4 октября умерщал тело своем великим воздержанием и бдением, а на теле своем носил веренье, хотя сего никто не знал. В Казани в Арсенофии ревностно помогал святителю гурию в деле распространения христианства между магометанами и язычниками. Знание языка и знакомство с бытом татарским принесли ему в этом случае большую пользу. Многих неверующих обратил он к Богу и крестил их. Аллилуйя. Аминь.